Итак, привет, народ! Недавно я создавал опрос, хотите ли вы видеть обзоры модов на Майнкрафт. И вы проголосовали 85% за, хотя и немного человек проголосовало, в принципе, там 200 человек. Ну, в общем, вот, как я обещал, создаю мод. Делаю, начинаю обзор. Мод называется Prefab. Заключается в том, что когда вы появляетесь в любом мире, в творческом или в выживании, у вас появляется вот этот вот стартовый дом. Но в выживании появляется только он. Его можно использовать один раз. Вот разные дома. То есть, какой-то один только можно выбрать в творческом же. Ты можешь несколько раз это делать, поэтому больше для творческого режима. И тут разные всякие дома есть. И поэтому, для того, чтобы вы знали, что строить, если вы играете в выживании с этим модом, я разберу каждый стартовый дом, а потом по-быстрому пройдёмся по остальным. Но давайте сначала кое-что посмотрим и продолжим. По всему миру продолжает собирать золотишко от восторженных зрителей фильм Король Лев. Да и мой канал затронул это событие. Недавно я выпускал дубляж мультфильма о том, как следовало закончить оригинальный мультфильм. И вот на днях я наткнулся на очень качественный русскоязычный кавер на песню Круг Жизни из этого мультфильма. Советую всем глянуть. Ссылка будет в описании. Так, начинаем. Стартовый дом. Базовый дом. Строим. Итак. Ну вот у нас тут несколько сундучков. Две печки. Тут ничего нет. А вот здесь у нас всякие инструменты, одежда, еда и материалы. Кровать. Больше ничего нет. И шахта. Давайте спустимся разок, потому что в других домах она такая же точно, шахта. По сути, тоже просто вниз и внизу площадка и сундучок. И там кое-что есть. Сейчас покажу. Ну вот тут всякие материалы, но как я понимаю, это то, что получилось, когда прорубилась вот эта штука. Полетели дальше, строить следующий. Еще кое-что я забыл вам показать при создании этих видео. Ооо, видео. Домов. Так, строим. Возьмем сразу несколько давайте. Думаю, столько хватит. Строим ранчо-стиль. Конфигурация. Вот, можно добавить верстак, факел, сундук, шахту, содержимое, сундук, печь, кровать. Верстак в базовом доме. Том я не увидел, но в следующих он должен быть. Вот у нас ранчо. Еще что прикольного. Здесь у нас логин пишется в игре. Здесь у нас, типа, ферма маленькая. Здесь шахта, там точно такая же. Тут в одном из сундуков то же самое практически лежит. Верстак здесь есть. Печка одна, но он поскоримнее. Самый мощный, это базовый все-таки дом. Как я считаю. Так, строим следующий. Цветочек идет сюда. Хоббит стиль. В стиле норы хоббитов. Здесь вот спуск, небольшая фермочка. Здесь тоже довольно скромно по сравнению с тем, какие норы были у хоббита. Властелине колец шахты точно такая же верстак. Печка. В общем, ничего особого. С исключением дизайна самого дома. А, ну еще да. Дуб. Очень большой дуб. Как и в фильме. Так, давайте. Здесь построим площадочку. Такая площадочка хорошая. Следующий. Пустынный стиль. Спроектирован как пирамида. Смотрим. Появился песок. Площадка в минусом. Так, ну здесь где-то вода затекла. По сути тоже сундук. Вот в том сундуке что-то есть. Верстак, печка. Здесь в сундуке ничего нет. Так, ну и последний. Последний дом. Рядышком построим. Прямо на границе. Снежный стиль. Последний. Из предлагаемых стартовых. Так, ну что. Здесь небольшие сундучки. Так, где у нас? Вот здесь. Все то же самое. Шахта. Кровать. Верстак. Печка. Окей, стартовые дома разобрали. Я думаю, вы приметили, что именно вы захотите построить. Приступим к следующим блокам, которые доступны, как я понимаю, только в творческом режиме. Итак, поехали. Вот сжатый сундук. Я не знаю, для чего он используется. А вот это я знаю, для чего. Ну, точнее, я рецепты с этим сундуком не знаю. Но и он, как бы, сейчас не ставится вроде как вот так вот. Нет. Ой, не ставится. Так, так что убираем. И ставим. Так, это у нас расширенный склад. Фирма монстров. Так, у нас для начала просто склад. Цвет стекла можно, кстати, выбрать. Ну, давайте фиолетовый все сделаем. Трой. Да, и он действительно фиолетовый. Ну, склад. Тут, по сути, просто куча верстаков, куча сундуков, куча печек. Наверху ничего нет. Расширенный же склад. Давайте я его не буду строить. Сразу скажу, что там то же самое, только здесь заставлено. Хотя, наверное, на показать, что это объяснить не смогу. Какие-то там цветочки, все такое. Внизу там то же самое. Тут тоже, в принципе. Дальше. Курятник. Курятник. Где-нибудь здесь построим. Курятник небольшой. Одна корочка. Насесту для нее. Присотственная ферма. Давайте построим. Но она очень большая. Чтобы не проседал фпс. Так. Ну, что-то я не понял. Странный вход. А вот вход. Сюда и туда. Ну, здесь, короче, засаживаешь саженцы. У тебя получается еда. Ферма деревьев. Тут засаживаешь саженцами деревьев. И получается даже, я бы сказал, парк такой. Вот видите. Так все красивенько будет с саженым. Так, ищем верстак. Верстак. Давайте я вам с этими кирпичами кое-что покажу. Из груда кирпичей получается 9 кирпичей. Из поддона кирпичей получается 9 грудь кирпичей. Из которых из каждой по 9 кирпичей. Ну, 81, короче. Ну, я думаю, понятно. Так. Рыбный пруд. А почему бы не сделать рыбный пруд прямо здесь? Будет неплохо, я считаю. Если ровненько построится. Ну, такое себе, конечно. Ну, здесь, типа, небольшой пирс. Можно пульк, прыгнуть. Здесь какое-то дерево упало, видимо. Так, дальше. Расширенный склад. Ну, вот сейчас покажу, в чем отличие. Здесь сделаем голубой цвет. Так, это что? Ну, здесь то же самое. Не помню, были ли там музыкальные блоки. Ну, вот отличие от второго этажа. Выше ничего нет. А ниже все, по сути, то же самое. Там, наверное, затопило, да? Затопило. Эх, а не. Так, окей. Ой, что я не тут обошел. Да, конечно, на бруду построил. Молодец. Так, как я его построить-то дальше? Давайте-ка идти вот так, в ту сторону. Это у нас ферма монстров. Давайте цвет коричневый. Не знаю почему. Потому что такого еще не было. Ну, такой, да, под ферму монстров сам это. Вот, лампу, он мобы, ламп офф, но мобы. О, все, посыпались. Вот они. Ну, сейчас я покажу. Не знаю, потому что как-то по-другому забраться. Ну, короче, вот так вот. Здорово, кактусы. Например, вот так вот. Так, что я тут насобирал. Всяка фигни. Так, последний у нас была ферма монстров. Так, я, знаешь, ты вот тут ту ферму монстров. Вот она. Вот это я не знаю, для чего нужно. Связку для древесины я с вами смогу показать. Так, преисподним. Наверное, мост, ряд фонарей, катушка фонарей, умеренный дом. А с бульдозером мы разберемся потом. Давайте я прямо здесь про деревья, про связку покажу. Древесины. Вот получается. Дубовое бревно. А, нет, подождите. Сейчас фонарями давайте покажу. Из ряда фонарей получается 9 бумажных фонариков. Ну, ночью посмотрим, может быть. Из катушки фонарей получается, ну, короче, как с кирпичами, и тут получается 81 бумажный фонарик. Кактус убивается. Так, что я вот улетел. Так, это давайте тогда уберем. Сейчас как раз стемнеет, я покажу, как светится фонарик. Ну, блин, вы, наверное, видели, как фонари светятся. Так что, не сильно. Это удивительно будет. Так, тут опять вода. Давайте в ту сторону построим. Так, не мешайся. Это у нас... Так, что это у нас? Конюшня. Конюшня для лошади. Для одной, походу. Ну, да. Расширенная, конечно, для нескольких. Окей. Фонарики светят так. Ну, вот, вот так фонари светят. Сейчас сделаем. Блин, тут же есть дверь где-то. Значит, но лампы не выключились. Наверху-то, да? А, не, не выключаются. Окей. Врата в преисподнюю. Давайте построим врата в преисподнюю. Жутко выглядит, конечно. Ну, вот такие врата. Что там, походу, овцу прибило. Окей. Вмгновенный мост. Очень интересная штука. Давайте поставим. Ну, ладно, 25. Тут можно до 75. В принципе, и так хватит. Высоту можно 8. Давайте. Сделаем его коротким. Но высоту 8. Булыжник. Ну, пусть будет булочник. Так, ну, вот такой получился мост. Но можно его в 3 раза длиннее. Это 75 будет. Так что, вот. Так, мгновенный мост, походу, несколько раз. Так, гнилая плоть мне не нужна. Умеренный дом. Ну, тут, в общем-то, они, как бы, дома больше, чем обычные, вот те базовые. Ну, и немножко отличаются. Я покажу вот так вот. Ну, вот, можно добавить сундук, шахту добавить с деревом. Это все-таки только в творческом, так что вы подробнее сами разберетесь. Я покажу вот так вот картинки. Домик из Ели был. Только что, вот домик из Акации. Вот, земляной дом. Домик из тропического дерева. Домик из зеленого. Давайте домик из тропического дерева построим. Так. Еще, друзья, давайте, если вам понравится этот обзор, мы наберем, ну, 600 лайков. Да, наверное, слишком смело. Ну, ты что. И я запишу еще какой-нибудь мод. Ну, обзор на еще какой-нибудь мод. А. Окей, понял вас. Залезаем тут. Ну, прикольно, прикольно. Тут, типа, гардероб. Если честно, давно не играл в Майн. И не видел такого, ну, вот этих вешалок для одежды. Ну, тут можно по деревьям прыгать. Тут, типа, балкончиков. Ну, такой немножко диковатый домик. Так, последний у нас был умеренный дом. Бульдозер. Бульдозер. Это интересная штука. Нам нужен... Нет, верстак нам не нужен. Нам нужна наковальня. И тройной сжатый камень. Давайте прямо здесь и займемся. Тройной сжатый камень. Бульдозер. Получается... Такая штука. Сейчас прочитаю, что там она дает. Очистит пространство 16 на 16 на 16 и обеспечит дропы из каждого блока. Очищенная область будет находиться в направлении, которое смотрите. То есть сейчас часть моста должна сломаться. Ну, вот так вот. Появились деревья, булыжники и все такое. Ну, я думаю, вы поняли. Дальше. Ой, что-то не туда. Так, бульдозер это был. Составная часть. Расширенный курятник. Ну, это уже такие расширенные нереальные вещи пошли. Но есть немножко еще кое-что необычного. Итак. Так, это у нас составная часть. В чем ее суть? Берем 9 на 9. Камень. Там, короче, стенка с дверью. Ничего особого. Ну, короче, можно так чик-чик настроить. Несколько стенок и... Ну, чтобы самому не делать это. Но при этом ты не хочешь быть особо мучительным и делать готовый дом. Ширенный курятник в направлении лавы мы не будем делать, я думаю. Давайте какое-нибудь другое место улетим. Так, ничего, скелет. Пришло ваше время. Что у вас так много? Это я, наверное, наделал. Давайте вот в том направлении сделаем. Это у нас курятник, да, расширенный? Окей. Вы скажете, где что. Ну, я вам скажу. Ой. Блин. Ладно. Не надо было так делать. Ну, окей. Я перепутал кнопку. Ну, в общем, вот курицы. Они вот тут. Давайте к ним слазим. Ну и вот они, короче, все туда стекаются. Давайте дальше. Ширенная конюшня. Это просто будет большая конюшня. Для нескольких лошадей, как я понял. Вот она. Вот вторая. Паука прибил своими постройками. Маленький зомби. Амбар. Так что я весь остров тут застроил уже. Давайте куда-нибудь. Ну, давайте вот здесь построим. Амбар. Большой амбар. Опять кого-то прибил. Ну, короче, вот амбар. Чего на вас суть. Тут у нас ничего нету. Потому что это я. Так построил. Дальше. Не знаю, почему он не подписывает. Подписывать ли должен? Нет, не должен. Ну, давайте на песке построим. Механическая башня. Довольно такое странное создание. Ничем особо не отличаюсь. Не выделяется, точнее. Ну, вот и все. Тут рельсы. Все. Включаем. Ну, и в общем, вот. Знаю, для чего это нужно. Конвейер какой-то. Че. Че-то такое, видимо. Прилетим на другую острову. Строим дальше. Это у нас защитный бункер. Ну, необычное строение. Ну, необычное строение. Заборчик тут. У нас кнопочка. По кнопочке заходим. По кнопочке выходим. Наверху. Наверху. Абсолютно то же самое. Только без дверей. Без выхода. Ну, только вниз. Здесь тоже самое. Ну, здесь крыша просто. Понятно, я думаю. Ну, еще вот такие помещения есть. Не знаю, для чего они нужны. Окей, строим дальше. Где-нибудь вот здесь построим. Вход в шахту. Ну, небольшое здание. Можно здесь построить. Вход в шахту. Ну, короче. О! Случайно нажал. Я забыл сейчас ночь. Ну, окей, поспим. Ну, и здесь. Вход в шахту. О, ручок, ростачок, печечка. Ну, такой домик шахтера. Очень маленький домик. Скалала, чушка такая. Шлюз края. Странное. Тоже такое создание. Вещь. Вот такая штуковина. Которая я не могу даже пролететь. И потому что я... А, нет, могу. В предыдущий раз я не мог. Ну, вот сюда я почему-то не могу. А, нет, тоже могу. Ладно. Окей, я вас понял. Это я не умею играть. Таков база. Прикольная штука. Ну, красивая такая. Такого уже могли, наверное, за счет заметить. Сейчас посмотрите еще ближе. Ну, вот такая. Прикольно. Не знаю, для чего она нужна. Ну, аква. Ну, аква что-то с водой связана. А, составная часть несколько раз, видимо, используется. Так, аква база была. Ну, почти все закончится. Ну, вот эти штуки, они нужны для крафта. Короче. О, деревенский дом еще. Коренечный блок посмотрим, когда все остальное посмотрим. Так, ну, давайте в этом направлении. Это ж небольшое, небольшое. Вот смотрите, была трава. Новая земля. Сейчас, чук, красиво, да? И на это равнение я могу что-нибудь построить. В принципе. Храм, магический храм. Здесь книжка. Водится. Видимо, маг тут в ней спит. Окей. Оранжерия. Оранжерию давайте построим. В принципе, здесь можем построить. Строим. Надеюсь, она не сильно большая. Ну, все-таки задела аквабазу. В общем, ее суть. Вот стеклянное здание. Тут земля для посадки. Стражевая башня. Строим. Стражевая башня. Кровать. Лесенка наверх. Такая. Остатично опасная. Приветственный центр. Ну, он довольно большой. Здесь. Воды рядом нет. Пошла, пошла. Чуть-чуть шиперсила. Давай, теперь отдохнем. Картинки. Тут типа ресторан. Танцпол, видимо. Сервер Рульс. Ну, вообще, да, это для сервера, скорее всего. Ну, спаун. Где спаунницы, игроки. Ну, в принципе, за хостел, гостиницу сойдет тоже. Здесь подороже места, пуши не двухъярусные. Здесь двухъярусные подешевле. Вот так вот. Сразу после этого выжить-ка. Картинки все такое. Дальше у нас тюрьма. Тюрьма. Построим тюрьму. Тут можно взять одежду. Входа я тут не нашел, поэтому просто так тут. Как это называется? Там камеры. Еще камеры. И там еще камера. Вот здесь. Здесь. Для прогулок. Здесь башня для охраны. Ну, вот эти старобашами, которые ходят. Так, это башня стажа. Салон. Рядом с тюрьмой можно и салон. Что такое? Устроить. Красиво? Красиво. Барная стойка. Прикольно. Наверху, 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 склад. Почему в салоне нету? Как бы люди там тоже спали, все такое, типа гостиницы. Ну, ладно. У нас есть приветственный центр, так что обойдемся. Деревья, деревья, давайте здесь построим. Это у нас деревенский дом. Плоская крыша, угловая крыша, гружная крыша, кузница, длинный дом, плоская крыша. Давайте длинный дом построим. Это с этим вы тоже с остальными сами, наверное, разберетесь. Что-то не особо длинный, но, видимо, плоский дом с плоской крыши еще меньше. Давайте построим. Да, здесь прям даже кровати нету. Прикол. Так, теперь мы разберемся с граничными блоками. В чем их суть? Смотрите. Я ставлю блок. Тук, тук, тук. Нету, да, ничего? Подвожу. Давайте так, как-нибудь. Рычаг беру. Так, вот здесь. Окей, наверное, вот только так делается. Чуть-чуть я накосячил. Ну ладно, ну я думаю, вы поняли суть. Вот как-то так. Вот видите, нету. Перезапускаем. Точно-то попадает. Ну короче, камни появляются только, когда к ним редстоун подключаешь. Вот эти граничные камни. Вот так. Вот здесь. Ну остальное, что я плита, ступеньки, сжатый светокамень. Ну это все для крафта. Видимо, где-то надо искать рецепты. Ну я думаю, и так ролик затянулся. Я показал вам эти все читерские дома. Ну, то есть читерские в том плане, что самому строить не надо. Хотя вот такой, что бы не построить. Ну если мало ли, не успел. Хотя 10 минут тебе дается из начала игры. Ну это уже совсем другая история. Кровати могут быть сложнее найти. Ну вот надо же кого-то там убить, что-то сделать, скрафтить. Вот. Ну что, я уже озвучил свои условия. 600 лайков. Я еще следующий мод, делаю обзор. Пока, подписывайтесь. Ну конечно, да, ставьте лайки. И ссылка на мод будет в описании. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok